Он разменял пятый десяток, но до сих пор его называют Дима. Наш герой не женился, и детей у него нет. Его сестра живет в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что и она, и любимец миллионов, родом из глубокой провинции. Казалось бы, простое происхождение, но путь к вершинам у него был совсем непростым. Наш герой – Дима Билан, хотя при рождении его звали Виктор Билан. Это имя сегодня знают миллионы, и не только в России. Его жизнь полна интриг и неожиданных поворотов. Триумф Билана на Евровидении стал событием, которое всколыхнуло всю страну. Но мало кто знает, что к этой победе Дима шел далеко не с первого раза, и даже не со второго. Первый раз его обошла Наталья Подольская, которая не смогла принести России значимого результата, заняв лишь 15-е место. Второй раз Билан остановился на почетном втором месте, но лишь с третьей попытки, благодаря невероятной поддержке поклонников и эффектному шоу с участием Евгения Плющенко, ему удалось взять золото. И с тех пор его имя прочно закрепилось на вершине музыкального Олимпа. Сегодня Дима входит в десятку самых высокооплачиваемых российских артистов по версии Forbes. Он также известен как один из лучших наставников на шоу «Голос», где его харизма и профессионализм покоряют не только участников, но и зрителей. Но за этим успехом скрываются и темные страницы его жизни. В студенческие годы Дима Билан сам себя обеспечивал. Он получал стипендию, а еще работал грузчиком. Он очень уставал, порой от переутомления и недосыпа он терял голос, но другого выхода парень для себя не видел. Но однажды ему очень повезло. Дима Билан случайно попал на вечеринку, где увидел известного продюсера Юрия Айзеншписа. И Дима понял – это его реальный шанс. Поэтому он набрался смелости и пошел знакомиться с продюсером. Он рассказал о своем страстном желании стать певцом. Тот внимательно его выслушал и предложил подписать контракт, предварительно взяв с Дима Билана обещание во всем его слушаться. Свои первые шаги в шоу-бизнесе Виктор делал как раз благодаря Айзеншпису, который посоветовал сменить имя на более звучное – Дима Билан. Вскоре его заметили, и дебютный клип «Осень» вывел его на сцену. Но настоящий прорыв произошел на фестивале «Новая волна» в Юрмале, где, несмотря на четвертое место, Билан начал стремительно двигаться вперед. Но жизнь артиста – это не только слава и успех. Билан не скрывает, что в сложные моменты снимал стресс алкоголем и долгое время боролся с зависимостью. Сегодня он продолжает бороться с зеленым СМИем, и хотя его путь был полон трудностей, Дима не сдается. Как же ему удается удерживать внимание миллионов, несмотря на все испытания, и какие еще тайны скрывает его жизнь? Оставайтесь с нами, ведь впереди самые интересные подробности о жизни Билана. Первый громкий скандал в жизни Димы Билана разразился после трагической смерти его продюсера Юрия Айзеншписа. Место главы продюсерской компании заняла его вдова, которая предъявила права на псевдоним и все песни певца. Три долгих года Билан боролся за свою карьеру в судах, и, как всегда, рядом с ним была Яна Рудковская. Благодаря ее поддержке и упорству они смогли доказать свою правоту. Но это был лишь один из множества сложных эпизодов в жизни артиста. На пике популярности ходили слухи, что Билан увлекался запрещенными веществами, и это не раз подтверждали папарацци, ловившие его в неадекватном состоянии. Один из самых скандальных случаев произошел на концерте в Самаре, где певец вышел на сцену пьяным и не смог завершить выступление. На следующий день он извинился перед поклонниками, пообещал бесплатный концерт и даже взялся за строительство детской площадки. Билан никогда не скрывал, что из-за сильной загруженности снимает стресс алкоголем, но это не мешает ему оставаться одной из самых ярких звезд российской сцены. Несмотря на все проблемы со здоровьем, ему удаляли грыжу, а в какой-то момент сеть даже похоронила его из-за фото с лысых головой. В свои 40 с небольшим он продолжает поддерживать холостяцкий образ жизни, хотя в его биографии были серьезные романы. Например, модель Елена Кулецкая, с которой они собирались пожениться после победы на Евровидении. Но отношения так и не завершились свадьбой. Полтора года спустя они расстались, а сам Билан всегда предпочитал свободные отношения, оставаясь верным своему стилю жизни. Романов у него было немало. Певец встречался с Юлией Терещенко, участницей шоу «Голос», и певицей Полиной Гудиевой. А с Юлией Волковой из Тату он решил не развивать отношения, чтобы не портить дружбу. Но личная жизнь Димы часто остается загадкой. Его замечали в компании оперной певицы Юлии Лима, которая была его бэк-вокалисткой, и фанаты заподозрили, что их связывают романтические отношения. Однако ни Билан, ни Лима не подтвердили этих слухов. Известно, что он встречался с Лалли Виспер, однако в то время как раз только началось его сотрудничество с Азеншписом, и продюсер предложил певцу выбирать – отношения или карьера. Для Билана карьера была в то время гораздо важнее, хотя сам он говорил однажды о том, что в студенческие годы был влюблен так, что у него просто сносило голову от одних только поцелуев. И была такая любовь, что дышать становилось тяжело. До определенного времени он вообще не комментировал свои отношения с представительницами прекрасного пола. Настоящая волна обсуждений Билана поднялась после скандала с голой вечеринкой Настей Ивлеевой, на которой присутствовал Дима. Общественность требовала лишить его звания заслуженный артист России, но Министерство культуры объяснило, что звания могут быть отобраны только за серьезные преступления и исключительно через суд. Кто же сегодня является близким человеком для Димы? Этот вопрос до сих пор остается без ответа. Хотя у него были романы, Билан все еще одинок, что подогревает интерес к его личной жизни. Многие поклонники строят теории о том, с кем он может быть в отношениях сейчас. Недоброжелатели даже распространяют слухи о его нетрадиционной ориентации, но сам певец не видит смысла отвечать на подобные обвинения. Недавно Дима Билан впервые раскрыл причину, почему он так категорично относится к созданию семьи и отцовству. Несмотря на свою популярность и множественные романы, история, которую он рассказал, заставила поклонников взглянуть на его жизнь с другой стороны. Артист не стал называть имен, но в 2018 году он встретил свою первую любовь, и между ними снова вспыхнули сильные чувства. Возможно, речь шла о Лале Виспер, но имя так и осталось в тайне. Отношения были настолько серьезными, что они даже начали мечтать о детях и жили вместе. Когда его возлюбленная сообщила, что беременна, Билан был на седьмом небе от счастья. Он с радостью делился новостями с друзьями, ведь у них должна была родиться двойня. Но через несколько недель все рухнуло. Девушка почувствовала сильные боли, и случился выкидыш. Певец находился в Исландии, когда узнал о потере, и был глубоко потрясен. Однако они не сдались, и продолжили быть вместе, надеясь на лучшее. Но судьба снова нанесла удар. Спустя время девушка забеременела вновь, и все повторилось. На третьем месяце беременности у нее случился второй выкидыш. Билан делал все, что мог, чтобы поддержать ее, но сам не находил утешения. Он погружался в чувство вины и утраты, и, как сам признавался, начал пить, чтобы как-то справиться с болью. Но ничто не могло заглушить этот внутренний разлом. В конце концов, они расстались, не в силах больше смотреть друг другу в глаза. Эта трагедия оставила глубокий след в душе певца. Он долго размышлял над случившимся, и, пройдя через болезненные переживания, пришел к выводу. Лучше не создавать семью, чем снова испытать такую жгучую боль утраты. Именно этот опыт, по его словам, и стал тем камнем, который кардинально изменил его отношение к браку и отцовству. Сегодня Дима уделяет много времени физическим упражнениям, поддерживая спортивное телосложение. При росте 180 сантиметров он весит около 75 килограмм, что делает его одним из самых подтянутых артистов на сцене. Его личные аккаунты в соцсетях – это места, где фанаты могут следить за его жизнью и обсуждать новые слухи. Так что же будет дальше? Успеет ли Дима Билан в свои 40 с лишним лет стать заботливым мужем и отцом? Или же он так и останется загадочным холостяком? Это вопрос, который остается открытым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!